Приветствую вас, друзья, с вами Бер. Мы продолжаем проходить кампанию Дворфа в World of Warcraft. Так, нам нужно доставить отчет капитана на Толсомар. Хорошо, отправляемся туда. Так. И поскорее, а то нас заждались. 13 уровень, между прочим. Доступен поиск группы, но еще не доступен поиск подземелья. В подземелье мы обязательно сходим, потому что я уже говорил, друзья мои, что там будет определенно подземелье, которое очень сильно относится к лору нашей компании. А может и не будет. Я, честно говоря, не помню, какие стартовые подземелья, хотя мы можем, в принципе, посмотреть путеводители по приключениям. Так, что тут? Гном Реган, глубина Черной горы. Да, Черная гора, Верховный Дознаватель Герштан, Сал Правосудия, Псарь Грэмбар, Лорд Роккар, Пироман Зерна Мудрости. Так. Глубина Черной горы служит домом-дворфом из клана Черного Железа, под предводительством императора Даграна Таури Санна. Как и его предшественники, Дагран служит неумолимому повелителю пламени Рагнаросу, который был призван в этот мир сотни лет назад. Могущественные и непредсказуемые огненные элементали привлекли в это горное царство служителей культа Сумеречного Молота. Теперь они вместе со слугами Рагнароса вовлекают дворфов во все более опасные авантюры, способные обречь весь Азерот на погибель. Во. Так, что у нас тут за добыча? Хорошая добыча. Ружье псаря. Обязательно нам надо бы сходить туда. Странно, почему-то написано все 47 уровня. Обычный. Вроде обычный. А глубина Черной горы. И вроде они нам доступны уже сразу. Странно. Ладно. Ну вот, глубина Черной горы чисто к дворфам относится. Гном Реган к гномам. Забытый город, естественно. Общее вроде, скорее всего. Или к темным эльфам. К ночным эльфам. Скорее всего, да. И зал Алого Ордена. Наверное. Как Альянс тут немного. Вот, кстати, прослеживается четкая, четкая направляющая подземелья. И что одни подземелья больше к одной расе относятся. Это не может не радовать, друзья мои. Именно поэтому пойдем в глубины Черной горы. Что у нас там с коллекциями? Ничего нового. Транспорт заблокирован. Вот эти питомцы. Есть. Укоротитель грифонов. Ты-то нам и нужен. Как настроение. Теперь мы можем добираться быстро. В наш Стальгорн. Прямо из Толсомара. Блин, конечно, очень хочется поизучать больше все эти локации. Но стартовая версия не позволит нам это сделать. Хотя локации, может быть, и позволят. Но так или иначе мы не везде сможем пройти. Потому что монстры будут выше уровнями. Просто один удар, и мы упали. И это настолько все будет портить, что, я не знаю, можно будет попробовать. Но это уже будет не в формате стартовых квестов. Это уж точно. Поэтому меня также еще и мой формат ограничивает. Посмотрим, посмотрим, друзья мои. Горный пехотинец Кедрал. Рад тебя видеть. Добро пожаловать в Толсомар. Ваш дом на озере Локмадан. Толсомар прекрасное место. И те, кто ценит доблесть, найдут здесь не только отличное пиво и вкусное мясо. Если вы желаете послужить Альянсу, прочитайте плакат на стене Толсомарского отделения Лиги Исследователей. Вперед на Толсомар. Чем могу помочь? Рад слышать, что ты помог избавиться от трогов. Посмотрим-ка на этот отчет. Это пятна от пива. Есть. Сдали. Откуда ни возьмись гнолы. Рад встрече, охотник. У нас тут проблема. И я бы хотел попросить тебя о помощи. Гнолы. Их целые толпы на холмах к запту от города. Не то, что мы были бы сильно обеспокоены, но все же, обычно в Локмадане их не бывает. Мне, конечно, любопытно, откуда они взялись. Но не настолько, чтобы вступать в диалог с этими шелузьевыми тварями. Поэтому просто убей их, принеси мне что-нибудь в доказательство, и получишь хорошее вознаграждение. Понятно. Еще задание. Заказы для грозовой вершины. У меня есть кое-какие заказы для горного пехотинца грозовой вершины с заставы на станции Альгазы. Если тебя не затруднит отнести их к нему, то отправляйся по дороге, которая ведет на северо-запад. Как ты точно не пропустишь главный бункер. А, так ты точно не пропустишь главный бункер. А если ты поможешь ему выполнить заказы, то мы будем рады наградить тебя за это. Так, доставить заказы для грозовой вершины. Неужели все, так мало заданий? Я вижу здесь больше заданий. Все, уже разукрасили в преддверии Нового года. Так, доска. Разыскиваются. Ого, наконец-то, наконец-то поселение, в котором есть доска с розыском. Я люблю эти доски, люблю находить этих гнолов, монстров. Так, Горик Пивохлеб. Найди и убей этого идиота. Разыскивается шпион Черного Железа. Шпион из клана Черного Железа проник в город. Украл документы Лиги Исследователей и исчез. Прячется где-то поблизости. В последний раз его видели недалеко от вершины холма к югу от города. Тому, кто предаст шпиона правосудию, обещано значительное вознаграждение. Доставьте его живым или мертвым. Лучше мертвым. Ясно. Ну и все, можем остановиться, в принципе, здесь. Хотя, пока мы в гром варке. Остановимся здесь. Тут есть Грифон до Стальгорна. Будет очень логично. Лига Исследователей, рад вас приветствовать. Ух ты, какой у вас плакат. Да, тут не заскучаешь определенно. А где собственной персоной хозяин таверны? Или я был обманут? Какой-то магией. Продадим хлам. Хороший мешок, кстати. 20 ячеек. 9 золотых. Нет, это нам не по карману. Удачи! И тебе удачи. Тогда я не пойму. Ага. Наверное, таверна все-таки вот. Как тут у вас запутано? А я бы сделал таверну в горе. Как по мне, там безопаснее. Там можно спокойно укрыться. Тут еще квесты есть. Таверна крепкая, пойла. Ну что, чем вас здесь подчивать? Торговца. У меня лучшие товары в этих краях. Да. Не сомневаюсь. Хозяин, вот ты где. Прямо перед глазами. Налей-ка себе полную кружку и садись рядом. Бочонки полны, и нам есть о чем рассказать друг другу. Так, я хочу остановиться. До скорой встречи! Чем могу помочь? Чем могу помочь? Толсомарские кровяные колбаски. Едоки в Толсомаре? Не переводится, еще бы. Детей полны-полно. Рабочие возвращаются вечером с раскопок голодными. Мы славимся кровяными колбасками. Но ты ведь их еще не пробовал? Нет. Что же, у нас принято отрабатывать еду. И не думай, что за красивые глазки тебе сделают исключение, охотник. Мне нужны медвежьи огустки, принеси мне их. А уж я приготовлю все в лучшем виде. Крепко держись на ногах. Бэру охотится на медведей с медведем. Ну, как-то это не... Добро пожаловать. Поганебайски. Будь осторожнее. Выглядит. По-людоедски уж точно. Своих сородичей мочить. Да, глубоко, это верно. Ведет вниз. Там комнаты. В принципе, я не ошибся, что в горе лучше всего. И под землей. Дворфы умеют обустраиваться под землей. И в горах. Это точно. Ну, пока я квестов не вижу, мы можем отправляться. На горе есть квест. Оружейник. Что ты продаешь? Даг мимо стрел. Рад тебя видеть. В поисках пауков скрытней. Не знаю, как ты, а я небольшой любитель пауков, особенно тех, что больше меня. Лукмадан прекрасное место, но мне кажется, он бы вполне обошелся без этих кошмарных созданий. Всегда готовых наброситься на тебя. Вот что я тебе скажу. Ты выглядишь вполне крепким, а у меня есть несколько монет. Если ты убьешь несколько пауков, я заплачу тебе за работу. Доброго пути! Окай. Окай, окай. Убьем их. Ну вот, задание получено. Можно приступать к выполнению. В горах? А как мы пройдем туда? Вот только я здесь наблюдаю одну тропинку. Шпион. Так мы же здесь были. И именно там. Хм. Придется искать. Но пока мы здесь рядом, будем выполнять близкие к нам квесты. Ух ты! Четырнадцатый уровень. То, что я жду. Мне бы еще пятнадцатый добить. И все. Слишком далеко. Не нужно. Так, с медведей айтемы. Не достаю. Слишком далеко. Этот был без итемов. Есть. Нужно подойди поближе. Слишком далеко. Процесс убиения медведей без комментариев. Не достаю слишком далеко. Слишком далеко. Вы скажете. Да ладно, Берр. Завязывай. Это злые медведи. Не такие, как ты. Я все еще верю, что их можно вернуть на путь добра. А они просто отвечают. Нужно подойти поближе. У меня нету целей. Серебряные копии. Знаменитостью 20. Много про нее слышу. Забавно, с медведей паучьи лапки падали. Вы это тоже видели? Возможно, он поохотиться уже успел. Мне нужна цель. Не достаю. Слишком далеко. Кобальты уже тут. Так, нужно немного вернуться к нашим респаунам. Еще чуть-чуть и 15. У меня нету целей. Еще два. Я не могу атаковать эту цель. Понятно, кто здесь все зачистил. Два пандарена прокачиваются. Нужно подойти поближе. Мне нужна цель. Что-то мне подсказывает, что еще вон там могут быть. А кто тут ходит? Пехотинец на баране. О, это музыка. Она же играла в Хиллс Брайде. Не достаю. Слишком далеко. Именно там стартовый квест 30-го вроде уровня. Здесь 20-го. У меня нет целей. У блад эльфов и эльфов крови. И у нежицы. Еще много кто любит туда приходить качаться. Штанк-квестов много на одной территории. И рядом их выполнять. Так, теперь пауки. Так. Я их видел вот здесь. Заказы грозовой вершины. Пока на гнулов можно еще поохотиться. И на пауков. Мне нужна цель. Ага, вот он, разведчик. С них уши собирать придется. Что-то я их здесь не наблюдаю. Куда они все делись? Ни одного. Слишком далеко. Нужно подойти поближе. У меня нет цели. Не достаю. Слишком далеко. Вот они. Постараюсь собирать монетки. Заодно. Если берем квестовые айтемы. Заодно. Я знаю. Я пойм- Я не буду. Эй. вот кто устроил дефицит монстров я вижу паука а нет это разведчик ну-ка подойти поближе мне нужна цель есть, кстати, смысл льняную ткань собирать на часто где используется но это так, для тех, кто играет на постоянной основе может быть полезной будет информация или для тех, кто планирует начать играть нужно подойти поближе не знаю, зачем я прыгнул есть теперь только пауки и опять пресловутый закон подлости когда они крайне нужны ни одного нету мне кажется, звук немного громко стал может чуть-чуть подубавить я надеюсь, у вас по-прежнему слышно его боюсь, чтобы не перебивал он микрофон это очень неприятно когда квесты кончились и ты понимаешь, что музыка орала слишком громко а квесты уже пройдены а нового персонажа ты так или иначе не создашь ну, в принципе, создашь а, ну, перепроходи все квесты заново о, да это это хардкор вот они слишком далеко один? вы серьезно? может быть, эти пандарины здесь фармятся потому что, я смотрю, здесь все убито или репутацию набивают без понятия но пауков нету кстати говоря, у нас здесь еще заказы для грозовой вершины и просто пауки остались ну, пойдемте туда если что, мы можем камнем возвращения вернуться обратно в Толсомар почему бы и нет так и поступим я не могу это атаковать у меня нет цели ух ты, какая-то овца просто овца третьего уровня да, именно это привлекает в мире World of Warcraft его наполнение то есть если бы не все вот эти мелкие детали там, какая-нибудь птичка какая-нибудь лягушка пропрыгавшая мимо мир казался гораздо бы менее живым так он прям живой, наполненный и живущий хорошо, что он будет всегда таким вот это он становится еще более атмосферным именно это подкупает то, что проработаны мельчайшие детали станция Альган как раз пауков добили донесение это к вам горный пехотинец грозовой вершины заказы для грозовой вершины заказы посмотрим, что тут у нас ха он хочет, чтобы я разобрался с нашествием крысолюдей мы как раз этим и занимаемся поможешь? маленький смышленый командир вот уже многие годы мы имеем дело с кобальдами в этих землях просто неприятные твари не более того в последнее время они становятся все изобретательнее в своих кражах думаю, среди них появился один который заметно умнее остальных впрочем, долго это не продлится я хочу, чтобы ты отправился в лагерь к югу отсюда и поискал там большую шишку которая ими командует обязательно проверь пещеру это наиболее вероятное место и не стесняйся убивать тех кобальдов что встретятся на твоем пути командир, назрим ищи кобальда с самой длинной свечой береги себя опять кобальды ну да, я их видел когда охотился там окей, добежим рыжебородский к охоте не привыкать у меня нет цели вот он куб есть а нет, это другой крутой, кстати, сет я не могу атаковать мне нужна цель мешание агре самое время я думаю, кто мне так сильно нанес урон нет, нет, нет все, можем отдыхать что за сет да, к ловкости к выносливости к критическому удару к универсальности мундир первопроходца со знаком быстрого клинка оденем да как будто ничего не одевали так, время отдохнуть перекусить и немного собраться с мыслями что-то не подсказывает что мы и этого командира будем бить а тем временем у нас уже почти 14,5 еще чуть-чуть и 15 уровень пойдем в подемелье вот ты где отдавай свою свечу интересные грибы трясутся у нас еще есть один заказ пивохлеба надо найти но я теряюсь в догадках как мы туда будем заходить тут вроде пещера а он находится по центру горы то есть как бы будем ли мы его вообще искать хотя должны потому что он шпион клана черного железа а это что-то мне подсказывает одна из основных цепочек квестов дворфов на этом этапе и на этом уровне маленький смышленый командир так я был прав теперь хорошо бы узнать что замышляли эти маленькие негодяи кобальт еще кобальт теперь когда с этим мелкими гадами покончено у нас есть и другие заботы серебряные копии кишмя кишат туннельщиками они разбивают там лагеря с каждым днем проникают все глубже и глубже полагаю эти маленькие жадные зверюшки ищут наживы все имеют право на поиски и собирательство если это происходит не в дворфских землях не в дворфийских землях займись этими туннельщиками и потом отчитайся мне так убить 5 геодезистов туннельщиков и 5 добытчиков туннельщиков хорошо убьем так но пока мы будем убивать их лучше нам вернуться на пол сама смотреть что может быть добавить еще какие-нибудь квесты в серебряных копиях и попробовать найти шпиона нужно определенно нужно найти видра что я могу тебе предложить я уже давно собираюсь начать готовить где же медвежье мясо держи весьма признательно использование медвежьих огустков это мой собственный секрет ну вот тебе рецепт там сказано как приготовить колбаски из любой части медвежьей туши а вот и связка колбасок с пылу с жару ешь пока свежие до скорой встречи и тебе есть задание выполнили горный пехотинь скалерл принес мне уши держи отлично дружи ну что-то в этом духе кстати 15 уровень новая способность таланты поиск подземелий так таланты таланты инстинкт убийца команда взять наносит на 50% больше урона противникам у которых осталось меньше 35 здоровья ну такое если бы сразу наносило было бы вообще топ топ ваша способность призыв питомца призывает первого питомца и стоил он будет выполнять команду взять но не сможет исполнять способности своего семейства животных в общем одного питомца еще призывает он просто нападает взять скорее всего это как-то так работает и ужасный зверь вы призываете могучего дикого зверя который атакует цель и рычит повышая ваш показатель скорости на 5% ну атакует атакует наносит ничего такого не сказано ладно возьмем уже зверя посмотрим как это работает так мы пока в специализации упорства свирепость это у питомца упорство танк боец скорость передвижения свирепость жажда хищника и иступление упорство тренировка выносливости запас здоровья максимальный запас здоровья вашего питомца повышает на 5% умешает весь получаемый вами и вашим питомцам урон на 20% на 6 секунд ну пускай будет в хитрости как переключить пока видимо нельзя ладно окей привет не достаю слишком далеко я буду спасать гораздо спокойнее спать зная что один из этих пауков не заберется ночью в мою постель в который раз большое спасибо до скорой встречи пока что все пора охотиться на шпионов охотиться мы пойдем друзья мои уже в следующей серии а с вами был Берг спасибо за просмотр мы в следующей серии также скорее всего пойдем в подземелье я в этом уверен вот спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайк оцените комментируйте и вступайте в группу вконтакте чтобы я вас видел вернее подписывайтесь на паблик я ее давно уже перевел в паблик хотя об этом забываю напомнить так вроде бы все всем пока всем хорошего настроения и хороших праздников